Добрый день. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Доброе утро или добрый день, уважаемые радиослушатели. Сейчас напрямую связь с нами выходит посредством ЗУМа депутат Сейма Аудис Гобземс, лидер партии Ликум Сункар, либо закон и порядок. Добрый день. Добрый день. Да, ну вот несколько ваших коллег по парламенту, которые, ну, скажем так, работают в оппозиционном лагере, в частности, господин Валовин, и обратились к президенту с просьбой что-то сделать, чтобы правительство отправить в отставку. Как мы знаем, по конституции у президента нет такой возможности. На ваш взгляд вообще, что должно произойти, чтобы что-то изменилось? Ведь я так понимаю, что ни президент не может повлиять на отставку правительства, ни у оппозиционных депутатов нет такого количества голосов. Какие у вас есть предложения вообще? Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию? Ну, во-первых, мне надо сказать, что у президента есть очень большие полномочия. Президент может распустить парламент. Только там один интересный вопрос. Если президент принимает такое решение, народ может выбрать освободить президента или распустить парламент. Обе решения народа могли бы быть очень интересными в данной ситуации. Это во-первых. Во-вторых, если мы смотрим для агонии этого правительства, и как дольше, они там будут сидеть на своих креслах, тем хуже у государства. Для оппозиции, для меня, я даже вчера всеми это сказал, для оппозиции чисто политически, и это даже выгодно, что у нас есть Каринч, но наш рейтинг только возрастает на данный момент, потому что, ну, так, такое непопулярное правительство в Латвии за последние 30 лет вообще не было. Но для государства, конечно, это очень плохо, что Каринч у нас премьер, и надо ему купить уже билет на свою родину. Да. Это, конечно, интересное замечание, но, с другой стороны, кто-то может сказать, что да, Кабинет Министров действительно по рейтингам, вот Кабинет Министров Каринча сейчас один из самых непопулярных вообще за всю историю восстановленный. Не зависит, с одной стороны. С другой стороны, могут сказать, что, знаете, ну, и ситуация совершенно неординарная, такого и не было, по крайней мере, вот за последние больше, чем 30 лет, вот эта пандемия. Сейчас мы видим, что правительство, может быть, с опозданием, но пытается как-то исправить свои ошибки, и открытое заседание вот теперь объявлено по пандемии, и пособие каждому ребенку по 500 евро. Ну, знаете как, в ситуации, когда есть кризис в стране, в тот момент должен быть лидер, да, который может принять решение, который понимает, какие решения надо принять и так далее. Каринч, ну, мы не можем сказать, что Каринч лидер, да, он боится всего, и поэтому, поэтому и ситуация такая есть. Он не понимает, что делать, но если мы смотрим последние, опять, новинки, которые они приняли, что сейчас на горах нельзя кататься на эту резину, да, ну, я думаю, что всем понятно, что это, ну, в автобусе, когда ты едешь в полном автобусе, тогда окей, если ты в магазине, тогда надо 25 метров между людьми, а если ты на свежем воздухе, да, тогда надо 70 метров между людей, и нельзя на резину кататься, да. Я думаю, что там все ясно, это один вопрос. Другой вопрос, который поглубже, и мне, я начинаю думать, что они это делают специально, что это выгодно у тех, которые хозяин у Каринча или хозяин у других министров кабинета, чтобы наша страна была худшей ситуацией, чем другие страны Европы. Ну, почему? Потому что, ну, для Германии, для других стран выгодно, что наши люди едут там за маленькие зарплаты, работают в Германии, например, да. Им выгодно, что здесь плохая ситуация. Ну, никому за рубежом не выгодно, чтобы мы были сильная страна, сильная экономика и так далее. И поэтому я начал думать, что они специально, принимают такие, ну, такие решения, про которых, ну, никакие, ну, такие слова без, без слова «мать» нельзя сказать. – Да. Вот интересно, я прочитал на вашем фейсбуке, ну, мне кажется, такая рискованная статья и рискованная публикация, где вы, ну, в какой-то степени обвинили, ну, не все общество, но часть общества в пассивности, что люди сами, как бы, недовольны этим правительством, так мягко говоря, тем не менее, ничего не делают, чтобы ситуацию изменить. Вот такой у вас был посыл. Почему вы все-таки решились на такую непопулярную публикацию? Обычно ведь политики говорят то, что народу хочется услышать. Ну, знаете, как я всегда говорил то, что я думаю, всегда, я никогда не боялся, тем и я различаюсь с другими политиками. Я говорю то, что надо для страны, не то, что выгодно для меня, как политика, а то, что надо для страны, чтобы мы были сильная страна, сильная экономика. И поэтому надо поговорить про все вопросы, про всех ответственности, тоже. И я думаю, что если все взрослые люди, тогда мы можем понимать, что у каждого у нас есть своя ответственность за то, что происходит, например. И это только для мышления, так сказать. Но если мы хочем, но это как бы открыто и надо сказать, если мы хочем изменения, да, и хочем жить хорошо в нашей стране, тогда нам не надо бояться говорить про все больные вопросы, да, не только говорить, что Каринч ничего не умеет, но говорить про все больные вопросы, потому что я считаю, что я патриот страны, и я считаю, что изменения в государстве можно сделать только тогда, если мы все вместе меняем свое мышление, и мы все вместе очень немножко по-другому. И почему я говорил про это, я только могу пример дать. 30 лет назад, когда 100 тысяч людей пришли на набережную, мы получили фактически независимость, да, это был только один раз, когда 100 тысяч людей могли, ну, как бы собраться вместе. Я уверен на тысячи процентов, если 100 тысяч людей сейчас не побоялись собраться вместе, у нас изменения начались на следующий день, да, это один вопрос. Другой вопрос, распустить этот сейм тоже мы можем фактически за месяц можно подписаться распустить сейм, можно это, можно в интернете сделать. Я знаю, что там иногда сложно найти и так далее, но опять, все мы взрослые люди, если сами не понимаем, можем спросить у кого-то другого, кто понимает, как это сделать, да, и так далее. У меня дети, и я думаю, что это тоже как в семье, если есть проблема, тогда взрослый говорит между собой, какая проблема, как ее решить, что сделать, да, кому что надо сделать. И в этой ситуации я тоже обращаюсь своими, не только своим избирателям, как взрослым людям, говорю про серьезные вопросы, чтобы мы все вместе подумали, что нам все вместе надо делать по-другому. Это основной пункт. Я думаю, что если я буду тоже такой, как все те, которые у власти, тогда я могу сказать, что там будет все хорошо и так далее, но это было бы только ложь. Но я не хочу врать, я хочу быть самим собой, и делать, говорить то, что всегда я говорил. Вы знаете, что очень много вопросов, про которых я говорил, для меня, как у политики, непопулярны. Только один пример. Я говорю про русский вопрос, например. У меня, как у латыша, это может быть непопулярно, но я знаю, что для государства очень важно, чтобы латыши и русские объединились. Поэтому я говорю про этот вопрос. Это сложный вопрос, но про его надо говорить. Я голосовал, например, говоря, что это ничего не решает нашей стране про эти ленточки в свое время. Деогевский вы имеете в виду? Это опять непопулярно для меня, как у латыша, но я рассказал свою позицию. Самое главное, что я говорю с людьми, я рассказываю свою позицию, я рассказываю свое видение, и я считаю, что я лидер, и у лидера надо брать ответственность. Каринч не берет ответственность на себя, и это самая главная проблема. Даже, может быть, иногда ошибки какие-то, но если лидер берет на себя ответственность, тогда люди это чувствуют. Я хочу вас спросить, может быть, даже больше сейчас не как у политика, хотя, наверное, у политика тоже, как у юриста, как адвоката. Вы, наверное, хорошо знаете, как важно при всем при том, чтобы были какие-то документы и протоколы. Я почему спрашиваю, вот эта история с вакцинами, которые мы не закупили, хотя была такая возможность, я имею в виду в конце ноября господин Павлец назначил служебное расследование, которое показало, что вот эти заседания, где участвовали десятки должностных лиц, вообще не протоколировалось, якобы. Как это вообще может быть в госуправлении, что происходит официальное заседание не где-нибудь в бане, я извиняюсь, а в стенах Министерства здоровья и ничего, нет никаких документов? Это вообще возможно? Ну, во-первых, нет, но, во-вторых, сразу надо сказать, все знали, что такая ситуация будет, все знали, да, и премьер Каринч тоже это знал, это его ответственность, его, это не ответственность какого там чиновника где-то, да, это ответственность Каринча, этот вопрос Каринча надо было решать уже летом, когда они все там говорили, какие они чемпионы, да, это, это, во-первых, во-вторых, это ответственность госпожи Винтель, да, без вариантов, да, все остальное это только, ну, вопрос там, бюрократия такая или такая, если такой вопрос надо решать, кто отвечает, отвечает главный, кто главный Каринч, все. вот возвращаясь к этим пособиям, сейчас, видимо, правительство поняло, что дальше уже нельзя ждать, надо хоть какие-то деньги народу раздать, если так можно сказать, вот они заговорили об этих вертолетных деньгах, ну, откуда деньги вообще, у нас что такое, богатая казна или это кредиты? надо сказать, что те многие деньги, про которые говорил Каринч, уже больше нет, они где-то уже пропали, у нас государство, я понимаю, денег нет, это кредит международный и нам всем в какой-то момент понадобится его отдать, да, из всех кредитов, наверное, это самый лучший самое лучшее решение, которое государство наконец-то приняло, да, потому что других вообще нет, если мы так смотрим, другие решения это фикция какая-то, думаем какие-то глупости, да, про горах можно или нельзя кататься с резиной, да, делаем какие-то вакцинации из Биро, которые вообще не нужны, да, и так далее, и думаем как украсить что-то везде, да, но это не та ситуация, большой кризис, я думаю, что могли подождать год, год бы не крали, ничего, год работали на народы, могли потом и работать еще лет 10, но они так не умеют, это вопрос мышления, это мышление такое, что они работают и делают только то, где можно сами получить какие-то проценты, если у них нету самих какие-то проценты, какие-то откаты, тогда ничего не происходит, но это так работало 30 лет, но в этот год это так не работает, все, да, примером надо быть человеком с другой мышлением, это не время красть денег, это время помочь людям, каждый день помочь людям младкой. Вот вы сказали, что бюро вакцинации не нужно, но нам же все время говорят, что как раз очень нужно, что это будет какая-то структура, которая будет координировать доставку вакцин и так далее, правда, я так понимаю, там ни одного человека с медицинским образованием нет. Знаете, как, я сам, ну, это мое субъективное мнение, я это публично уже сказал, я сам считаю для себя, что это не мое, это не мой вирус, да, и для меня вакцина не нужна, да, но это субъективно для меня, я у других людей говорю, не смотрите на мой пример, делайте так, как вы лучше себя чувствуете, если вы лучше себя чувствуете, что вам надо вакцины, тогда делайте это, если вы лучше чувствуете, что вам не надо, тогда не делайте, но Но то, что как политик мне надо сказать, я не могу как политик только говорить про тех, у которых не нравятся вакцины, или про тех, у которых нравится. Мне надо про всех говорить. И там две части. Первая часть, я против том, что это обязательная вакцинация, категорически против. А во-вторых, если в Латвии есть 100 или 200 тысяч людей, которые хотят вакцину, тогда премьеру надо было сделать все так, как в армии, чтобы эти 100-200 тысяч людей это получили. Да? А что происходит сейчас? Сейчас какие-то пиар-акции, и ничего не происходит. Можешь ты там очередь себе поставить, и все, и жди, жди следующую зиму. Да, тоже интересно, что люди записываются, а вакцин нет, и так быстро не ожидается. Ну, там вообще ничего не понятно. Там понятно только что, что они эту закупку опять отдали своему, я не знаю, члену партии, но он был кандидатом на прошлый СЕИМ из списка нового единства. Это Акселс Росхопс, да? Ну, может быть, это случайное совпадение. Да, ну, это, конечно, случайное совпадение, да. Но я это говорил, это мышление. Поэтому у нас нету Pfizer-вакцин, потому что надо было, чтобы закупку получил Акселс Росхопс, но единственный. Да. Вот мы знаем, что правительство сейчас пытается, я так понимаю, какие-то ошибки исправить, или, по крайней мере, как заявил министр, здоровье, терпение народа на пределе. И якобы обещает нам с 1 марта все-таки парикмахерские открыть. Вот уже 3 месяца почти скоро будет, как мы не можем легально, по крайней мере, обратиться к услугам парикмахеров. Но обещает, возможно, Министерство экономики добиться, чтобы открыли все остальные магазины. Как вы к этому относитесь? Может быть, уже люди, в принципе, привыкли к такой жизни, и можно еще потерпеть? Знаете, как я на этой неделе был зубного врача. Мы все знаем, как работает зубной врач. Где он находится, как близко он находится и так далее. Зубной врач может работать, парикмахер не может. Я думаю, весь ответ. Да, действительно. Если мы смотрим, там нет никакой логики. И мы не можем всю жизнь сидеть в баррикадах. Это как в войне. Нельзя избежать того, что жаль, да, но будут люди, которые умрут. Да, так будет, жаль. Но в войне тоже так происходит. Но надо продолжать жить. Если бы я был премьером на данный момент, сегодня, я освободил экономику, пусть люди начинают работать. Самое главное, про то, что надо думать, как помочь здравоохранению. Как сделать так, чтобы у нас было больше мест больниц. Как, не знаю, купить врачей, если у нас недостаточно, да, и так далее, да. Это основной вопрос. Но мы не можем, но это, этот пример с войной, но мы не можем сидеть в баррикадах и думать, что война так сама про себя закончится. Так не бывает. И еще, если мы смотрим статистику, да, это уже доказано, что с административными методами ни одна страна в мире не решила эту проблему. Ни одна. Да. Я это публично уже сказал. Моя принципиальная позиция, что нам надо решать вопросы внутренних дел. И я думаю, что народ России или народ Белоруссии, ему самому надо решать свои внутренние вопросы. Это, во-первых, ничего не меняется, что есть опять какое-то, не знаю, новое решение парламента, что мы там что-то сказали про Россию или так далее. Я вообще считаю, что нам надо, как маленькой стране быть нейтральной. Потому что я хочу, я просто хочу, я скажу цинично, да, я просто хочу жить в богатой Латвии, где люди можно зарабатывать, где люди хорошо живут, да. Я не хочу жить в Латвии, где мы, не знаю, решаем проблемы других стран, да. Это, мы по-любому это не можем решить, да. Даже если мы хотели бы, и я очень с многим с чем не согласен, что происходит в других странах, но я вижу, что проблемы, которые у нас на месте, больше, и они больше в таком смысле, что мы не можем ждать и не решать эти вопросы. Нам надо решать свои внутренние вопросы. Значит ли это, что вот в нынешней коалиции правящей, она состоит, напомню, из пяти партий правительства, вы не видите вот те или иные силы или тех или иных политиков, с которыми дальше вы могли бы, не знаю, взаимодействовать и сотрудничать? Может кто-то может сказать, что вы сейчас вот заняли роль такой очень агрессивной оппозиции, я имею в виду даже вот партия недавно вами создана, ликвум сунгарты, ибо закон и порядок, и потом в результате у вас просто не будет союзников? Так, мне здесь телефон звонил, но ничего. Я думаю, что сейчас слишком рано говорить про какие-то коалиции и что-то такое. Я уже тоже публично сказал, моя цель есть выиграть следующие выборы, да, и откровенно надо сказать, что если мой выигрыш не будет таким, что у меня есть золотая карта, тогда, наверное, если будет ситуация, что мне надо быть в оппозиции, тогда я, наверное, уйду из политики. У меня только один вопрос, но я уверен, что я выиграю, я уверен, что я не только буду власти, я уверен, что я буду премьером Латвии, да, после выборов, и вся работа моя и моей партии будет связана с тем, чтобы такой выигрыш был. Да, возвращая все-таки к дню сегодняшнего, вы неоднократно подчеркивали о необходимости объединиться латышам, скажем так, и не латышам, но не является ли это в какой-то степени, ну, не утопией, но так вот вы пытаетесь выдать желаемое за действительное, поскольку, ну, мы видим, что по-прежнему, может быть, он чуточку уменьшился, но вот этот вот этнический раскол, он существует, особенно во время выборов. Вот мы наблюдаем, что, к сожалению, вот люди голосуют зачастую по фамилиям. Вот это вот наши, вот это не наши, и это такая... Знаете как, знаете как, это проблема только потому, что мы бедная страна, если мы были бы богатая страна, этот вопрос вообще никого не интересовал вообще, да. И поэтому и могли эти политики 30 лет, там, лет все время только заниматься с этим. Было достаточно, что криви на ак и все, и ничего больше не надо было делать, да. Мне интересует экономика, я хочу жить не только сам, я понимаю, наверное, что сам не буду жить в богатой стране, но я хочу, чтобы мои дети жили в богатой стране. И все эти фейковые проблемы, ну, мы тоже говорим сейчас, между нами нормальные отношения, я латыш, вы не латыши, и как-то у нас нет проблем, да. И, ну, может быть, мне повезло, но я в жизни встретил много хороших не латышей, с которыми у меня очень хорошие отношения. Это, ну, если бы я занял позицию другую, тогда это опять было ложь с моей стороны, но я не хочу, я, чтобы люди поняли, я перед политиком, перед то время, когда я был политиком, я был, ну, достаточно популярным адвокатом, я хорошо жил, у меня, в принципе, все было, да. Я не шел политикой, чтобы мне что-то надо было украсть или так далее. Я шел политикой, потому что у меня есть какие-то принципы, да. Я больше потерял, чем выиграл, ну, когда я принял решение пойти в политику. Но я понимаю, что нету алтернативы, ну, нету таких политиков, которые храбро и не боясь готовы говорить про все проблемы, да, обсудить все проблемы, как взрослые люди, и решать эти проблемы. У нас надо такого лидера, который не боится принять решение, да. У нас такого нет, не было. У нас такие политики, ну, такие бюрократы, да. Я работал в частном секторе, я очень хорошо чувствую и понимаю частный сектор. И я думаю, что это другое мышление. Как вот Иши говорят, это цитасенс группа. Вот все-таки не могу вас не спросить. Вот вы сказали, что все-таки вы пошли в политику, будучи достаточно обеспеченным человеком, успешным в своей профессии. Были ли у вас моменты, когда вы, в принципе, пожалели, что вы пошли в политику? Я почему спрашиваю? Со многими депутатами, которые находятся в оппозиции, вот я когда говорю, они говорят, ну, да, есть такой момент отчаяния, когда ты понимаешь, что вот те законопроекты, которые приходят, к примеру, в семь из кабинета министров, у тебя нет практически ни единого шанса на что-то повлиять. Вот ты там сидишь, выступаешь, убеждаешь, а всем уже понятно, что будет включена машина для голосования, и все, как кабинет министров решил, так семь просто проголосует и все. Ну, знаете как, ну, конечно, в какой-то момент ты думаешь, ну, ну, чисто материально, чисто материально выгоднее не быть в политике, да, но это как бы мой путь, ну, я понимаю, что это мой путь, я это делаю, потому что, ну, мне это надо делать, и здесь, знаете как, ну, да, но есть какое-то время, год-два сейчас, ну, ты не можешь принять решение, коалиция там что-то принимает, какое-то безобразие, но, ну, надо, как по-русски будет, терпеливо, терпеливо надо идти к своему цели, и все, ну, надо просто идти и дойти до своего, ну, то, что ты хочешь сделать, ну, можно же, и поэтому я людям тоже говорю, никогда не надо сдаваться, никогда, никакой ситуации не надо сдаваться, своей собственной жизни, работе, спорте, ну, и также политике, никогда не надо сдаваться, всегда надо до конца идти и выиграть, да, и, может, что-то не получится, и, ну, ну, была такая ситуация, в 2008 году, ну, например, меня кинули кайминщик, другие там, ну, была такая ситуация, ну, ну, а что, тогда плакать все время? Да нет, но надо идти дальше, и надо достичь, что ты хочешь, да, я так жил всю свою жизнь, и я считаю, что это правильно. Говоря, что политика, это вообще такая история предательств, вот вы уже упомянули вот эту всю историю, видимо, 2018 года, когда у вас было такое, или даже 2019, размежевание, к примеру, с кайминщем, нет риска, нет опасности, что вот, я так понимаю, что к вам сейчас в партию приходит много людей, что среди них тоже будут такие, ну, не знаю, засланные казачки, и опять будет вот эта вся история предательств, это очень часто избиратели уже просто боятся, и говорят, что вроде бы новая партия, вроде бы есть какая-то надежда, а потом все происходит по известному сценарию. Ну, знаете, как есть очень большая разница, во-первых, в 2018 году эти не были мои люди, сейчас я говорю, что я все медленно, сам, спокойно, тихо все сделал, эти мои люди, потом, если мы смотрим партию, уже примерно сейчас будет 1500 членов на данный момент, чем больше партии, тем больше людей идет за лидером, да, но даже если там есть какие-то пару провокаторов, шпионов и так далее из других партий, это ничего не меняет уже больше, это не карманная организация, где там 200 людей из тех там половинок, какие там непонятные и так далее, да, сейчас даже если 100 людей какие-то непонятные, это ничего не меняет, да, это во-первых. Во-вторых, у меня есть время, я могу спокойно готовиться к следующим выборам, да, я могу подготовиться очень хорошо, да, и как вы видите... Ну да, выборы только в октябре 22-го года, да, так что время есть, да. И если вы видите, тогда сейчас я спокойно, тихо сделал организацию, которая достаточно сильна уже сразу, где очень сильное правление, например, да, у нас 4 депутата из парламента, и не только 3 люди, да, и поэтому, как сказать, не бойтесь, я буду, я сделаю все, чтобы был полностью готов идти на выборы, как партия, которая выиграет выборы. Может быть, такой вопрос концептуальный в завершении. Не кажется ли вам, что вот в этой системе существующей, которая есть, я имею в виду вот эта система парламентской республики, она уже, ну, не очень эффективна, я почему спрашиваю, вот мы в самом начале с вами говорили, да, у президента, как вы правильно заметили, есть довольно большие полномочия, но по существу влиять на вот работу правительства, он вот кроме какой-то публичной критики, так же, как и мы все, никак не может, но он может собрать, мы знаем по конституции, неочередное заседание кабинета министров со своей повестки дня. В принципе, все. Ну, это, знаете как, это вопрос человека и его характера, да, и если человек там поставлен, чтобы исполнять функцию пресс-секретаря, тогда, конечно, есть так, как вы говорите, но если там есть человек, который может фьордо сказать то, что надо делать, и правильно сказать, народ будет идти за ним, и никакая коалиция не сможет повлиять на его решение, да, если бы Каринч шел и все делал для народа, да, у него была такая популярность в народе, что даже его партнеры, коалиции что-то хотели делать по-другому, у них ничего не получилось бы. Каринч тогда со своей, ну, как бы популярностью в народе мог бы сделать все. Все, очень просто, да. Но он только пресс-секретарь, но он всего боится, и я думаю, что ему, как я уже сказал, надо уже думать, как купить билет в одну сторону на свою родину. Ну, это было бы самое лучшее решение, которого он, как премьер, мог бы принять. Ну, что касается президента, ведь ему тоже, он надеется, видимо, быть избранным на второй срок, поэтому, наверное, не очень хочет ссориться с коалицией. Ну, наверное, не будет. Я уверен, что через пару лет у нас будет другой президент. То есть все-таки вы считаете, что нет у господина Левица шансов еще на 4 года быть избранным президентом? Ну, я думаю, я уверен, что это коалиции, которой у власти не будет, у власти после выборов. И если эта коалиция не будет у власти, тогда господин Левиц обязательно не будет президентом. Обязательно. Ну что ж, поживем, увидим. Успехов вам. Спасибо, что с нами вышли на прямую связь. Депутат Сейм Альдис Гобземс был у нас в прямом эфире посредством Зума. Большое спасибо. Спасибо. До свидания.